Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Наверняка вы смотрели мое видео или читали в других источниках про то, как Губерниев восхитился открытием Олимпиады. Он написал в восторге, замечательно, прекрасно, ура, товарищи, Олимпиада. Сейчас созвонился с Татьяной Анатольевной Тарасовой, обменялись прекрасными восторженными отзывами об открытии Олимпиады. Как классно, что на одной волне и все в таком духе. Более того, значит, он назвал всех тех, кто с ним был несогласен, написали ему негативные слова удаками и говноедами, извините за выражение. Люди, конечно, возмутились, но на каком основании можно оскорблять таким путем. И сейчас, когда стало известно об этом во всем Губерниево, не хотят пускать в Россию из-за Олимпиады. Но выяснилось, что он не на Олимпиаде. То есть, я на самом деле, когда читал пост, видел люди, публикации видел, люди в комментариях пишут, что вот оставайтесь там и так далее. Оказывается, он в Вологде. Он в Вологде. Он все это дело посмотрел, почитал. Более того, он заявлял, что Россия, по его мнению, не является спортивной страной. Он поддерживает тех, кто поехал туда без флага гимна. Конечно, вот что он говорил. Еще раз повторю, мы совсем не спортивная страна. Спорт, по большому счету, мало кого интересует. И спортсмены. Всякую фигню обсуждаем, а спорт нет. Грустно. Нам еще предстоит многое изменить и самим измениться. Я считаю, что Россия спортивная страна. Заявить, что Россия не спортивная страна, это надо быть вообще. Это не то, что не спортивным комментатором надо быть, а вообще не спортивным человеком. Хотя в Губернице спортивный человек. Но вы знаете, спорт не в мышцах, а в голове, в первую очередь. Поэтому в данном случае могу сказать, что в России такое огромное количество профессиональных спортсменов, высочайшего класса, в первую очередь. Во-вторых, вы знаете, граждане все больше и больше занимаются спортом. Поэтому Россия очень спортивная, очень читающая страна. Желание Губерниев от мала до велика чуть-чуть, извините, подосрать немножко, оно прослеживается все последнее время. Значит, и, соответственно, вот пишут, Дима, пожалуйста, не возвращайся в Россию. Ты нам тут не нужен. Когда он восхитился открытием Олимпиады. Дмитрий Губерниев в ответ на просьбу комментатора заметил, что ему и не нужно возвращаться в Россию, поскольку он не покидал пределы страны. Идиот, написал Губерниев, я в Вологде. Вот эти вот, знаете, друзья, удаками, говноедами, идиот. Я никак не могу понять, как можно людям писать. Вы знаете, ведь вопрос-то не в том, в Париже ли Губерниев. Вопрос в том, Париж ли в Губерниеве. Вот в чем вопрос. Ведь, понимаете, можно быть в Вологде, можно быть в Твери, можно быть в Москве. Но Париж, по всей видимости, в Губерниеве все равно, где бы он ни был. Потому что человек, когда осудили... Вчера вот я смотрел, что во Франции, в Париже христиане собрались вместе для того, чтобы помолиться и очиститься, очистить город от этого смрада открытия Олимпиады. То есть люди везде собираются, все осуждают. Чтобы понравилось открытие Олимпиады, это нужно, чтобы европейские ценности и Париж, в кавычках Париж, я имею в виду все, что там происходило, были глубоко в Губерниеве, глубоко. Поэтому в Вологде он, в Париже он, или еще где-то, не имеет никакого значения. То, что он пишет, идиот, я в Вологде, понимаете, это говорит лишь о том, что... И то, что ему понравилось открытие Олимпиады, что Париж глубоко в нем. Россия не спортивная страна, все его высказывания говорят о том, что открытие Олимпиады и все, что там происходило, глубоко в нем. Поэтому в данном случае важно не то, что он в Париже, важно, что Париж в нем и все, что там происходило. Вот это гораздо важнее. А в Вологде он, или где, это не имеет ни малейшего значения. Далее спортивные комментаторы и его подписчики продолжили диалог, пишут в СМИ. Один из пользователей попросил телеведущего самому изменить ситуацию со спортом в России, если он недоволен. Другой мужчина предложил Губерниеву уехать в Париж и заявил, что не может дождаться дня, когда тот свалит с концами. «Захочу, поеду, жди, только очень жди», добавил Губерниев. Комментируя конфликт с подписчиками, журналист заявил, что спорить с дураками очень сложно. Понимаете, он пишет, спорить с дураками очень сложно. Поэтому, чтобы не возвращаться из России, из ее состава должна выйти Вологодская область, где я сейчас нахожусь. А это невозможно. Вы знаете, в целом заявлять, что спорить с дураками очень сложно и так далее, люди высказывают свою точку зрения. Ты же высказал, что тебе понравилась Олимпиада в Париже, а люди высказывают свою. Почему они дураки? Почему ты имеешь какое право называть граждан России, которым не понравилось, как и миллионам, миллионам, сотням, миллионам людей на земле, не понравилось то, что было, вот это углумление над христианством. Да, тебе понравилось, ну хорошо, Париж глубоко в тебе. Но какое право ты имеешь называть людей дураками, говноедами и мудаками? Какое право человек может иметь, я вообще не понимаю. Значит, вот, друзья, на этом примере можно посмотреть, насколько неважно, где человек находится, но насколько важно, находится ли в нем Европа и Париж. Вот и все. Недопустимое поведение, я считаю, абсолютно недопустимое поведение. Что вы думаете на все еще, друзья? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, я вас приглашаю на свой основной канал Будда Гришна Новости в Телеграм. Там новости 24 на 7 с моими комментариями, видео о политике, которых здесь нет, фото-видео какие-то мои личного плана, стихотворения, если их можно так назвать, песни, много всего еще. Ссылочка здесь внизу в закрепленном комментарии в описании к видео. Нажимайте, переходите, обязательно подписывайтесь, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Значит, друзья, я приглашаю вас на свой сайт www.buddegrišna.com Для бизнесменов, предпринимателей. Повторюсь, если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые сегодня могли стать вашими. Посмотрите, заинтересует, пишите. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.